Добрый день, друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Олеги Мирной. Итак, у нас сегодня с вами карта дня на 16 июня 2022 года. Это у нас четверг. Давайте посмотрим с вами, что это за день, что он принесет, в чем будет позитив, негатив. Прогноз у нас для представителей всех знаков зодиака. 16 июня. Общая карта дня, да, вот этого 16 июня. Но какой-то день будет очень активный, насыщенный. Борьба за определенные какие-то интересы. Возможно, вы будете что-то отстаивать свое, доказывать будете. Могут быть какие-то конфликтные ситуации, споры. Коллективная работа в этот день, возможно, будет получаться как-то не очень, потому что кто влез, кто под рова здесь будет. То есть слаженной определенной работы здесь не будет, однозначно. И каждый попытается доказать, что он прав, он лучше знает, допустим, и постарается сделать так, чтобы обратили именно внимание на него, да, а не на кого-то другого. То есть тут вот перетягивание каната будет. Так, встреча с какими-то вашими, допустим, коллегами, друзьями. Возможно, вы встретитесь вне работы. Возможно, встретитесь вне работы или где-то отправитесь. Но смотрите, в этот день, я думаю, что вполне вероятно, человек может как-то вспылить, накричать, сорваться, да, проявить как-то эмоции свои. В чём будет заключаться позитив дня 16 июня? Позитив будет заключаться в том, что именно вот в этот день вы как-то для себя поймёте, что вы хотите конкретно. Может быть, вы будете по пятёрке жезлов пребывать вот в неком каком-то выборе. В каком плане? То есть вы можете, к примеру, если ищете работу, ходить по собеседованиям. Одна работа, вторая, третья, пятая, двадцать пятая. То есть и вот, по сути, везде что-то есть своё хорошее, да? И везде всё как-то по-разному. Но вот в этот день вы как раз и определитесь, что конкретно надо вам. Если же, допустим, смотрите, а у вас ещё может в этот день появиться какая-то определённая цель, да, то есть вы себе наметите эту цель, создадите себе какой-то план, вы будете к нему продвигаться, вы будете двигаться к нему. Но вы должны понимать, что на этом пути вы не одни, есть и другие люди, которые тоже хотят достичь вот именно этого. В принципе, это может касаться не только каких-то дел или работы, это может касаться и отношений. Если вы проявляете интерес к некой даме, к примеру, если смотрит мужчина, то вы должны понимать, что к этой даме проявляют интерес и другие мужчины. То есть это не говорит о том, что она там с ними общается, не общается, но интересы они проявляют, и каждый постарается показать себя с лучшей стороны. И вам нужно будет побороться, да, вот за это, скажем так, счастье. Ну и, вы знаете, исполнение вашего желания, допустим. То есть здесь может быть... Сейчас, секунду. Да, включила свет, потому что темно. Исполнение вашего желания, возможно. Так, а в чем будет заключаться негатив дня 16 июня? А негатив, я так думаю, может заключаться в том, что если вы как-то упустите какой-то шанс, какую-то возможность. Понимаете, если вы не будете пасовать, а будете себя проявлять и будете двигаться, да, то есть следуя вот со своей мечтой, то вы в итоге можете получить какой-то определенный статус. Да, то есть это может быть статус в семье, это может быть статус на работе, там, я не знаю, всё что угодно. То есть как будто бы вы становитесь как-то увереннее, допустим, переходите из одного состояния в другое, да, то есть вот из одного статуса в другое. Там были невесты, стали женой в итоге. Там были женихом, стали мужем, ну и так далее. Вот, если вы откажетесь, если вы не будете, скажем так, настаивать на своём, если вы себя не проявите вот в этой конкурентной борьбе, то вы потеряете вот это положение. В то же самое время, если вы не будете ради кого-то стараться, не будете себя как-то проявлять по отношению к какому-то человеку, который для вас является ценным человеком, да, кем-то ценным, то данная фигура, да, это может быть как мужчина, так и женщина, просто не увидят, ну, знаете как, подумают, что вы потеряли к ним интерес, да, что ничего общего будущего, никакого общего будущего у вас быть не может. Хотя, по сути, вы интерес свой на самом деле имеете к этому человеку. Просто если вы его не будете как-то проявлять, показывать, то тут может быть какая-то обида и, ну, может быть поставлена точка, допустим. Так, хорошо, давайте посмотрим, на что следует обратить внимание, проявляйте хитрость, да, на свою хитрость, на свои знания, на то, каким ловким вы являетесь или ловкой. То есть вам нужно уметь пользоваться определенной информацией, которая у вас имеется. Здесь выпадают две карты информации, то есть у вас есть явно какой-то плюс, бонус, да, там, я не знаю, вот несмотря на то, что тут могут быть какие-то конкуренты, у вас больше шансов победить, чем у них. На самом деле, если вы правильно воспользуетесь какой-то информацией. Не забывайте об этом. Так, хорошо, какая карта характеризует личные взаимоотношения 16 июня? Ну, в личных взаимоотношениях будет выход из каких-то иллюзий, знаете, как будто бы о чем-то долго говорили, что-то друг другу доказывали, и всё остальное. А потом в один прекрасный момент вы говорите, так, всё, закрыли эту тему, и больше мы к ней не возвращаемся. Всё. Вот здесь вот как-то так будет. Может быть, кто-то выйдет из отношений, к примеру, да, то есть здесь как вариант такой тоже не исключен. Ну, этот вариант тоже не исключён. С другой стороны, да, то есть вы как будто бы… Вот то, что я говорила, переход на другой какой-то уровень. Вы можете что-то в ваших отношениях кардинально поменять. Да, то есть вот кардинально поменять. Начиная, допустим, вот с этих статусов, там, и всего остального, заканчивая даже тем, просто вот где вы совместно живёте, в каких условиях вы проживаете, да, там, вот вы всё будете поменять. Ну, смотрите. То есть карта на самом деле это кардинальная. Может быть, обстановка в семье какая-то накалённая, допустим, и вот вы можете просто как-то развернуться даже и уйти в буквальном смысле слова, да, то есть вы можете просто куда-то на день уйти, уехать куда-то, то есть потому что надоело. Потому что надоело. Устали. Так, а какая карта характеризует рабочую сферу 16 июня? В работе могут быть тоже страхи и переживания, но вот вы боитесь какой-то конкуренции, вы боитесь, что кто-то может вас, скажем так, обхитрить, может как-то воспользоваться вашим положением, допустим. То есть у вас есть определённые какие-то страхи, поэтому вы переживаете. Но на самом деле я думаю, что переживать вам не стоит. У вас больше плюсов, у вас больше возможностей, чем у вот этих конкурентов. Помните об этом. Это вы просто видите эту картину вот в таком свете, что всё как-то не очень хорошо получается. На самом деле вы можете, вы можете очень многого добиться. Так, можно ли 16 июня давать деньги в долг? Нет. Нельзя. А можно ли брать деньги в кредит 16 июня? Можно ли брать деньги в кредит? Нет, нельзя. Так, и общий совет карт для представителей всех знаков зодиака на 16 июня. Так, общий совет карты. Ну, смотрите, вы будете находиться перед определённым каким-то выбором. То есть вы должны для себя определить, что конкретно вы хотите получить. Не драться, потому что вы просто дерётесь. А вот вы должны понимать, с какой целью, ради чего, что вам необходимо, какую цель вы преследуете, что в итоге вы хотите получить. И вот тогда вы делаете определённый конкретный выбор. Вы его сделаете. Но при этом не забывайте, что основной поддержкой вашей всё-таки являются ваши близкие и родные люди. Понимаете? То есть несмотря на то, что вы можете отвлекаться на посторонних, вам могут кто-то что-то советовать, говорить, отвлекать, вас подстрекать или ещё что-то, вы должны понимать, что это, конечно, дело такое. Для кого-то хорошее, для кого-то не очень. Но вы должны понимать, что ваши родные, ваши близкие, они являются главными для вас. То есть это те люди, которые вас поддерживают искренне, а не так, что вас просто, знаете, как накрутят-накрутят, да, и вот на танки кинут. То есть вот иди и разбирайся. А ну давай, посмотрим. А я пока посмотрю, как ты будешь выпутываться из этой ситуации. То есть вот вы должны давать отчёт тому, с кем вы общаетесь, кому и как вы насколько сильно доверяете и всё остальное. То есть вы должны сделать выбор. И выбор в пользу всё-таки, я думаю, что близких вам людей. И ещё давайте общий совет карты на 16 июня. Время заката. Солнце всходит и заходит каждый день. То же самое относится к событиям в вашей жизни. Учитесь видеть красоту в закате каждого жизненного цикла и знайте, что завтра будет новый восход. Конец — это всегда начало чего-то нового. И мы остаёмся рядом с вами на всех этапах вашей жизни. Это то, о чём я говорила, что вы можете выйти из иллюзий каких-то, вы можете всё поменять. Уровень вашей жизни, уровень ваших отношений, допустим, рабочих, личных. То есть здесь будет определённый какой-то переход и будет определённое изменение. Вы сделаете правильный выбор. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго! Продолжение следует...